Много очень ребят пишут биты, и многие остаются за бортом, когда дают эти биты. В вашем случае, когда вы делаете музыку для трека, для песни, вы остаетесь авторами музыки или вы прописываетесь как аранжировщики? Мы авторы, но мы, так как у нас Россия и наш закон, мы передаем все авторские смежные права, но мы участвуем в долях авторства. То есть, ну, понятие такое, как royalty. Ну, на процент заставить. Ну, то есть, это нормальная практика, то есть, мы всегда к этому шли. Мы, собственно, одни из первых вообще ребят, которые пришли вообще в индустрию российскую и сделали так, что начали в скобочках указывать топ-продюсинг. То есть, как бы, вообще, вот одна из первых работ, собственно, это было указано вот и продюсинг by Diamond Style. То есть, мы изначально к этому так подходили, что это должно быть, потому что музыканты, продюсеры, они так же важны, как и артисты. Вот. Для нас это было важно и было одним из главных условий, когда мы начали работать с российским рынком, потому что мы не очень хотели работать с Россией, а только работать с Западом. И у вас было условие, чтобы вас прописывали? Да. Ну, сейчас, в целом, рынок к этому уже готов, чтобы прописывать битмейкеры? Да, конечно, поменялось. Да, сейчас все поменялось. Очень сильно, очень хорошо, развивается очень быстро. Что касаемо, ну, собственно, вот мы открыли недавно же аналог саундклика Bitster. Это чисто ваша история? Наша, да, разработка. Ну, во главе чего, собственно, Сергей Волшайн стоит, собственно, куда вот могут пойти вот тоже все битмейкеры, очень много людей, вот, и также зарабатывают на этом деньги. Вот, и все. То есть мы пытаемся это развивать. Не то, что пытаемся, мы развиваем это здесь, сейчас. То есть делаем все, что возможно было для молодых артистов, чтобы они могли на этом... Ну, я артистами называю любого, то есть создателя чего-либо, не только, что это певец в том, да, то есть и музыканты, да, могли найти себе каких-то, не знаю, клиентов, да, и жить на это. А сейчас вы на саундклике продаете? Да, конечно. Много, их же много, там, Bitstars, ну, это как агрегатор, да, то есть как бы саундклик, да, то есть, ну, у нас есть сайт, два сайта, англоязычная версия, русскоязычная версия, где ты можешь зайти и в один клик купить все, что ты хочешь. Вот, также мы сделали сайт, который We Got Sounds, где мы продаем сэмпл-паки, вот, тоже можно зайти, все посмотреть, все работает, вот такие дела. А занимается ли сейчас Рома Капелла госпродакшеном? Да, ну, это одна из нормальных практик вообще в мировой индустрии, потому что я не сильно люблю делить российский рынок и мировой рынок, я в целом это называю, ну, есть, у нас бывают заказы, что, ну, на гоуст, да. Это нормально. А в авторах вы там тоже остаетесь? Нет, нет. Полностью отдаете? Да, гоуст он всегда, он, поэтому гоуст всегда очень дорогой, то есть гоуст не бывает дешевым. Гоуст это всегда раз в пять дороже, чем, ну, если бы указалось ими, потому что, ну, такие правила во всем мире всегда. Человек, которого вы продаете, он становится полноценным автором музыки? Да, да, да. Ну, у нас, мы, у нас, это же все идет по договорам, а не на честном слове, везде все прописано, договор, не разглашение. Есть тоже госпродакшен, когда все равно кто-то указывается в авторах. Есть госпродакшен, а не разглашение, то есть. И таких песен очень много во всем мире, от которых ты мог даже не знать, что ой, да я думал, что это он сам написал, а на самом деле это вообще не так.